Моя фамилия Губер, зовут меня Алексей Федорович. Я преподаватель учебного центра специалиста, занимаюсь разработкой, поддержкой и ведением, ну естественно, чтением практически всех курсов, которые в той или иной степени связаны с направлением калдеск. Это курсы диагностика и восстановления системы как программные способы, так и аппаратные. Я имею в виду как исправление программных ошибок, так и аппаратных, это поиск и устранение неисправности. Это обслуживание как рабочих станций, так и серверных платформ, плюс добавляем сюда мобильные платформы, то есть мобильная техника. Собственно, мое образование, это МГТУ имени Баумана, я по диплому инженер электроник. Моя официальная должность, это ведущий инженер, то есть это должность по Бауманке, лаборатории вычислительных машин, управления информатизацией. По сути, круг исполняемых обязанностей, все, что касается технической поддержки, этим занимаюсь уже более 30 лет. Я не для того, чтобы повесить на грудь медалек, действительно какую-то крутость свою показать, просто в принципе то, о чем мы будем говорить и здесь на семинаре, и если появится желание прийти ко мне на курсы, мне по сути есть чем поделиться, рассказать, показать и научить. Коллеги, очень приятно познакомиться с вами, я вижу список дистанционных слушателей потихонечку увеличивается, очень хорошо и очень приятно. Собственно, о чем мы с вами будем говорить? Я обычно, когда об этом устройстве спрашиваю на очных занятиях, я слушателям задаю вопрос, что есть самое ценное внутри вашего персонального компьютера? Конечно же, однозначно, кто-то может сказать процессор, кто-то может сказать графический адаптер. С точки зрения материальных составляющих, да, те же самые профессиональные графические адаптеры, их стоимость может достигать очень больших денег, но есть маленький нюанс. Если выходит из строя какая-нибудь компьютерная железка, ну то есть, если выходит из строя какой-нибудь узел, составляющий, что мы теряем, кроме денег? Ну, а фактически ничего мы и не теряем. То есть, мы, конечно, горюем, поскольку действительно попали на деньги, а дальше пополняем диагностику, определяем характер неисправности, если можно это локально устранить, устраняем локально, не все неисправности локально устраняются. Если именно такая ситуация, идем в магазин, покупаем совместимое оборудование на замену, вышедшим устрою, производим замену и продолжаем радоваться жизни дальше. А вот то, чего купить в случае потери в магазине нельзя, это персональные данные, это личная информация пользователя. Собственно, самое ценное, что есть внутри вашей вычислительной машины, то есть, внутри вашего персонального компьютера, это данные пользователя. Вот, собственно, о том, как и где они хранятся, будет речь идти в этом семинаре. То есть, тема семинара достаточно простая. Это устройство хранения данных, магнитные, твердотельные особенности, конструкции, принципы. Ну, то есть, условно говоря, магнитные жесткие диски против твердотельных дисков. Как организуется работа магнитного, как организуется работа твердотельного, сильные, слабые стороны, и уже от меня рекомендации по факту. В каких случаях выгодно использовать магнитный принцип хранения данных, в каких случаях переходить на электронный. Коллеги, чтобы понимать, как работает отдельно взятое устройство, которое входит в состав персонального компьютера, это мое глубокое убеждение, надо понимать, а вообще, что такое персональный компьютер. Не сочтите за уход от темы, но давайте вначале определимся, что есть персональный компьютер. Есть официальное объяснение, что персональный компьютер – это набор аппаратно-программного обеспечения, предназначенного для обработки данных. То есть, две составных части. Есть некий набор оборудования, включая устройства, контроллеры устройств, и понимаем, что ни одна железка, ни одно устройство само по себе работать не умеет. Работает все большая часть процессов, происходящих внутри вашей системы – это программно-управляемые процессы. Поэтому необходимо, чтобы селить в жизнь, то есть, организовать работу аппаратной части, использовать какое-то программное обеспечение. В первую очередь, конечно же, речь идет об операционной системе. Опять же, с точки зрения официального объяснения, что есть операционная система. Это совокупность служебных программ, предназначенных для управления оборудованием персонального компьютера и организации взаимодействия между пользователем и этими устройствами. Вот это и есть официальное объяснение, что есть операционная система. Ну а теперь немножечко поглубже. Собственно, зная, что персональный компьютер и, в принципе, любая вычислительная система – это оборудование плюс программное обеспечение, как эти две составные части вычислительной системы взаимодействуют друг с другом? Тоже можно привести пример. Набор железа, то есть набор оборудования персонального компьютера, естественно, не является какой-то константой. И в зависимости от типа системы очень сильно может меняться. То есть меняются и типы устройств, меняется и их номенклатурный перечень. Ну, скажем так, звуковой контроллер может присутствовать, может не присутствовать в конфигурации. Сетевой контроллер – маловероятно, что он не присутствует, но, тем не менее, он не является основным устройством, и без него даже система работать, естественно, прекрасно будет. Есть, в конце концов, производитель процессоров Intel, есть, в конце концов, производитель процессоров AMD. Несколько разная внутренняя архитектура у этих микросхем. А как результат? Как результат? Мы можем с вами, имея самые разнообразные конфигурации, пойти на сайт Microsoft и скачать дистрибутив, допустим, современной Windows 10 операционной системы. Что он из себя представляет? Какой-то набор служебных программ. И еще вытекающее отсюда утверждение. С одного и того же набора программ, то есть подготовленной флешкой или компакт-диск, мы можем же установить операционную систему как на компьютер, работающий под управлением процессора Intel, так и на компьютерах, работающих под управлением процессора AMD. А значит, этот дистрибутив изначально должен включать некий универсальный стандартный набор программ, который будет понимать весь набор и все многообразие железа. Если попытаться операционную систему адаптировать на взаимодействие с оборудованием напрямую, ну тогда придется компании Microsoft под каждую аппаратную конфигурацию опускать свою версию операционной системы, то есть сделать это нереально. А следовательно, между программным обеспечением операционной системы и набором устройств с контроллерами должен быть некий посредник, который делает этот набор стандартным с точки зрения программы драйверов операционной системы. О каком посреднике идет речь? Вообще, логика работы системы объясняется вот такой структурой. Вот, собственно, стандартный набор программного обеспечения. Вот эта кривая показывает нам о том, что конфигурация оборудования в разных вычислительных системах мог бы быть разной, и даже характеристики однотипных устройств не являются обязательно одинаковыми. Они могут отличаться. Поколение разных процессоров, поколение графических адаптеров. А следовательно, тем посредником, который делает это оборудование видимым со стороны операционной системы, является программное обеспечение BIOS. Наверняка многие слышали, по крайней мере, аббревиатура знакома, что есть BIOS. Расшифровка аббревиатуры Basic Input Output System. По-русски это называется базовая система ввода-вывод. А что, по сути, представляет эта базовая система ввода-вывод? Официально или, если хотите, стандартное определение BIOS – это набор служебных микропрограмм, предназначенных для обслуживания, обмена между контроллерами устройств и оперативным памятником. О чем идет речь? Ну, возьмем, допустим, ту же самую звуковую карту. Как организовать работу звукового контроллера? В структуре звукового контроллера есть логические схемы, процессор звуковой. Ну, собственно, не будем сейчас вдаваться в тонкости схемотехники, вопрос не в этом. Вопрос в том, что любое устройство должно для организации своей работы получать из оперативной памяти компьютеру какие-то данные, внутри этого устройства идет обработка этих данных, а в случае необходимости результаты обработки должны отправляться в оперативную память. Вот здесь возникает вопрос, может ли какое-либо устройство, отдельно взятое, самостоятельно производить считывание устройств из памяти, данных из памяти, извините, и самостоятельно записывать данные в память. Это вопрос примерно из той же серии, может ли компьютер думать, который я тоже иногда задаю слушателям. Ну, а кто-то, может быть, отвечает, да, может быть, там искусственный интеллект и все такое. Ну, коллеги, позвольте, искусственный интеллект, что из себя представляет, это ПО, это программное обеспечение, описывающее различные ситуации, алгоритмы действий в различных ситуациях, обработка каких-то данных, поступающих в систему. Ну, есть, то есть, ответ на этот вопрос, нет, компьютер думать сам не умеет, принимать решение не может. То есть, большинство процессов, которые происходят внутри вашей системы, это программно-управляемые процессы. А, следовательно, среди вот этого набора устройств есть ваши дисковые подсистемы. Ну, то есть, есть накопитель, неважный твердотельник, неважный магнит. Это устройство самостоятельно из оперативной памяти данные читать не может. Так вот, обмен с этим устройством осуществляется с помощью одной из этих служебных микропрограмм. То есть, BIOS – это не одна, это множество микропрограмм, изначально созданных кем-разработчиком оборудования, и основная задача – управлять обмином. Ну, то есть, вот эта схемка, с моей точки зрения, она должна дать представление, каким образом организуется работа оборудования, работа железа. Ну, а что уже по своей структуре сама вычислительная система представляет? Опять же, тогда вот на этом слайде. Есть процессор, есть внутренняя память, имеется в виду оперативная память. Есть какие-то устройства ввода, есть какие-то устройства вывода, это оборудование. Собственно, каким образом происходит обмен данных? С помощью системной шины или с помощью… Ну, системной шины – это не единственная шина, которая есть внутри вашей системы, множество интерфейсов. То есть, с помощью шины. То есть, для того, чтобы различные устройства физически получали данные, эти устройства должны объединяться к устройствам передачи данных шины. Ну, вот эта простенькая картинка, она совсем простая, она упрощена. Да, понимаете, что внутри современного ПК-шины не одна, их множество, и у каждого свое назначение. Но, тем не менее, общее представление о том, как устройство взаимодействует, должно вам указать и дать. Ну, а теперь, коллеги, непосредственно о теме нашего разговора. Как мы уже с вами говорили о том, что самое ценное, что есть внутри вашей ПК – это ваши личные данные. Где хранятся данные? Ну, на ТОБИТЕ. Почему я устройство не называю жестким диском или, допустим, трудотельным? А потому что как раз есть разница сейчас. То есть, в настоящий момент устройства хранения данных можно разделить на два ваших класса. Но давайте об этом немножко подробнее поговорим. Для начала. Классификация устройств. Устройство хранения данных. Если брать для классификации функции, которые положены в основу организации их работы, то на самом деле можно, собственно говоря, выделить три основных класса. Это магнитные накопители. Магнитные. Или накопители, которые мы с вами называем HDD. Аббревиатура наверняка знакома. Hard Disk Drive. По-русски устройство жестких магнитных дисков. То есть, если с аббревиатурой идите все более-менее хорошо, кто-нибудь на самом деле, до того, как я сейчас вот это не покажу, кто-нибудь знает, что за тип накопителя IFD? Это WC-FM Drive. Это расшифровка аббревиатуры. Ну, если смогу, я сегодня постараюсь, конечно, поскольку у меня очень ограничено лимитированное время рассказать. На самом деле, эта разновидность магнитного накопителя отличается от обычного классического идеи не внешним видом, не принципами работы, а организацией более детальной. То есть, мы сегодня будем говорить о секторах, вот там отличие немножечко в размере данных, которые вмещает сектор. Точнее, сектор-то физически в любом случае вмещает одинаковое количество. А вот как организуется доступ к секторам, к блогу, вот в этом между ними разница. Ну, будет время, я обещаю рассказать, но если нет, коллеги, ну, извините. Будет желание, приходите на курсы по жестким дискам. То есть, собственно, этот семинар и есть рекламка к предстоящему курсу, который в следующем месяце запланирован, это устройство хранения данных, плюс хранение данных. Об этом и обо всем многом, чего в другом не поговорить. Кроме магнитных, существует уже множество, достаточно много технологий твердотельных накопителей, твердотельный SSD, Solid State Drive. Ну, а третий класс, он не очень многочисленный класс, с моей точки зрения, это мое, с удовольствием исключительно, личное мнение. Технология достаточно копитковая, то есть, какое-то время назад она была актуальна, но в настоящий момент она все больше сходит на нет. Это так называемый гибридный накопитель. Гибридный. Что есть гибрид? Это основное хранилище, реализованное по принципу магнитного накопителя, вспомогательное, а точнее буферное хранилище для твердотельных. Вот. Ну, смотрите, коллеги, ситуация в том, почему я считаю тупиковым. Когда появились первые твердотельные накопители, главным бичом, ну, даже не надежность, я сейчас об этом не буду говорить, главным недостатком была бешеная стоимость этих устройств. То есть, каждый килобайт твердотельной памяти обходился практически в целое состояние. И чтобы минимизировать эти затраты со стороны пользователей, то есть конечного покупателя, гибрид-то, собственно, и получился. Основное место хранения банных – это магнитный третий. Это классическая разработанная давно технология. Это давно разработанная технология, это обкатанная технология, это легко. Пожалуйста, пожалуйста, конечно, походите. Это недорогая технология. Но у магнитного накопителя, и мы еще об этом сегодня, чуточку позже поговорим, есть главный недостаток. Я, опять же, по надежности про отказу точить не говорю, а недостаток, в первую очередь, это скорость поднадачи данных. Ну, собственно, гибрид, что из себя представляет. Хранилище, основное хранилище – это магнитный накопитель и небольшой объем термотерного, где-то в районе примерно 8 гигабайт, который используется как буфер для особо часто читаемых данных. То есть в основу работы, в структуру контроллера подобного накопителя введена дополнительная функция, дополнительная логика. Контроллер отслеживает, какие данные программное обеспечение чаще всего запрашивает из магнитного и переносит эти данные самостоятельно в ту его часть, которая называется твердотель. И при условии, что если программное обеспечение снова выполнит обращение к этим данным, мы получаем их считывание на гораздо более высокую скорость. То есть где сфера применения гибрида? То есть ожидать, во-первых, от него чудес быстродействия абсолютно не стоит. То есть если окажется так, что требуется прочитать данные, которые хранятся в его магнитной части, вы получаете то же самое время доступа и ту же самую скорость. То есть если будет совпадение, если они уже кэшируются в флеш-памет. Где сфера применения? Ну, смотрите, можно ли в обычный системный блок установить не один накопитель, а парочку? Ну, то есть если это классическое решение, если это того же, если это десктоп, можно? Без два, просто без всяких проблем. Скрываем крышку. При условии, имеется свободное место в корзинке, мы устанавливаем, берем интерфейсный кабель, разъем питание, подключаем, проверяем настройки в Сатабилс. Дальше загружаем операционную систему, запускаем управление дисками, ну, если есть второй накопитель. Создаем логическую структуру, разделы, файловую систему. Пожалуйста, вуаля, все хорошо. А вот есть тип устройств, где второй накопитель установить достаточно проблематично. это мобильная платформа. Наверняка у многих из вас есть ноутбуки. И наверняка, если я задам вопрос, о довольном вы быстродействовали своего компьютера, ответ вряд ли я получу довольный. Ну, за редким исключением, конечно, есть. Хватает. Ну, это хорошо тогда. Ну, смотрите, коллеги, я могу адресовать подобный вопрос не только владельцам моего блока, но вообще любым пользователям. Вот если вот сейчас в аудитории или те слушатели, которые нас дистанционно на том конце провода слушают, большое количество слушателей, которые действительно на вопрос, кто доволен, полностью доволен, быстродействуем своей вычислительной системы, своего компьютера, ответит на вопрос положительный. Доволен. Ну, один слушатель. Один человек. Остальные? Недоволен. Вот как раз вопрос следующий уже будет к вам. Ну, вот Александр говорит сомнительно. Я тоже недоволен. Иногда. Вот, по крайней мере, быстродействием вот этого компьютера, за которым я сейчас сижу в аудитории, я крайне недоволен. Но это не мой компьютер, я не имею право в состав оборудования вмешиваться. Так вот, коллеги, а что тогда вас не устраивает? Что у вас персональный компьютер делает медленно? Ну, во-первых, любое действие в операционке иногда приводит в этом случае к достаточно долгому выполнению этого действия. То есть система как бы замирает. Знакомая ситуация? Раз. Сам процесс загрузки операционной системы, то есть момент включения от появления заставки, а загрузки, до рабочего стола, когда уже без вот этого шарика. Быстро происходит? Два. Запуск, загрузка нужной вам программки, приложения от момента двойного щелчка по ярлыку до разворачивания приложения в качестве окна. Быстро происходит? А теперь, вот смотрите, если считать, что виновата полностью все железо вашего БК, давайте попробуем посмотреть. Быстродействие среднестатистического процессора. Для не буду застоповой модели типа i5 брать, можно взять i3, i5. Быстродействие, но в первую очередь пользовательская характеристика это тактовая частота. Ну, тактовая частота это количество, условное количество операций. Хотя это не главная на самом деле характеристика, которая показывает быстродействие процессора. Ну, коллеги, наш сегодняшний семинар не процессором посвящен, я не буду об этих характеристиках говорить. Вот нам коллега дистанционный сказал, что 2,5 гигагетт свыше крыши хватает. Я могу подтвердить, даже меньше частоты вышло в этом. Для пользовательских приложений будет хватать. Я не беру ресурсыемкие приложения, это обработка графики, обработка звука, это работа с большими массивами, база данных и так далее. Вот этот так называемый класс ресурсоемких приложений, там требования к каждому компоненту увеличиваются, как процессом, так и к оперативным, так и ко всем остальным. А вот для пользовательских задач, это офисные задачи, сама операционная система, требования к ресурсам процессора, требования к ресурсам оперативной памяти, они уходят на второй план. Вот простой пример, загрузка операционной системы. Давайте подумаем, что это такое. На каком устройстве хранятся файлы операционной системы, когда ваш ПК выключен? На жестком диске. Что из себя представляет операционная система? Программа. Программа кем обрабатывается? Процессор. А следовательно, чтобы процессор мог приступить к выполнению любой программы, эта программа должна быть загружена непосредственно в рабочую память вашего ПК, то есть в оперативную память. А значит, что есть момент загрузки или процедура загрузки? Считывание данных, которые хранятся в качестве просто хранящихся файлов на жестком диске и загрузка их в оперативную память. Коллеги, работают два устройства. Жесткий диск отдает данные, оперативная память их принимает. Правильно? Логично? А значит, в паре идеально работают устройства, у которых общая, то есть их личное быстродействие примерно согласуется по порядкам. Правильно? Ну вот смотрите, тактовая частота оперативной памяти 1600 МГц – это верхний предел на сегодняшний день, это очень скромный предел на самом деле на сегодняшний день. И при этой тактовой частоте скорость читывания данных и скорость записи данных в оперативную память исчисляется десятками гигабайт за секунду. Можете, в принципе, циферки всем известны, это все справочные данные. Какова же скорость магнитного диска? Среднестатистическая магнитный диск обычного серии, серии пользовательской, не серверные варианты, дает скорость чения вряд ли больше, чем 140, где-то 150, 160 мегабайт за секунду. Мегабайт. Так обратите внимание на слабое звено, то есть оперативка, которая принимает эти данные, может их принимать со скоростью десятки гигабайт, а жесткий диск дает их. Загрузка приложения, двойной щелчок, то же самое, считываются файлы жесткого диска, записываются в оперативную память. Кто является слабым звеном, почему это медленно у вас в системе происходит? Жесткий диск. А значит, для большинства пользователей, по моей практике, это 99% пользователей, если пользователи недовольны быстродействием ПК, то если они оптимизируют свою дисковую подсистему и заставят ее работать на порядок большей скоростью, то все претензии к быстродействию всего остального железа уходят на второй план. Вот, собственно, о чем мы и будем с вами говорить. Да, конечно. Оперативка, она получается, нечаясь, или нет? Ну, однозначно, на порядке быстрее. То есть, надо обширствить диск, а я не проверю. Наоборот. Ну, да, 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 да. Но подогнать вы его полностью никогда не сможете, это физически. Ну, конечно. Но минимизировать разницу скорости, конечно же, можно. Ну, вот смотрите, коллеги, обычный магнитный диск, время загрузки операционной системы каково? Все зависит исключительно, конечно, от модели, от фрагментированности данных. Там много причин, которые влияют на производительность. Но среднестатистически это где-то минута, больше минуты, правильно? Для современной операционки, может и даже побольше. Переход на более быстрый носитель, типа твердотельного носителя, приведет к тому, что та же самая операционная система будет у вас загружаться уже в среднем где-то до 20 секунд. Вот и все. Почему? Вот опять же об этом сейчас будем говорить. Вот смотрите, мы здесь говорили о классификации. Собственно, устройство долговременного хранения данных, то есть накопители, можно разделить на три класса. Это магнитный, это твердотельный, гибридный. Гибриды, я уже сказал, чаще всего используются где? Ну, когда-то использовались ноутбук. То есть недорогие решения, несколько поднимающие производительность дисков под систему ноутбука. Тупиковые решения не дают максимального роста скорости, стоят достаточно дорого, мало предложений на рынке говорить не могут. Основное же мы выбираем среди, то есть для в качестве магнитного, то есть в качестве основного накопителя мы выбираем одну из двух технологий. Это магнитный жесткий диск и твердотельный. Давайте попробуем определиться, в чем между ними разница, то есть поговорим сначала о принципах работы. Магнитный жесткий диск. Раз, твердотельный, двушечный жесткий диск. То есть вот эти три устройства, это разновидность твердотельных дисков. Ну, собственно, о чем я уже сейчас сказал. Внутреннее устройство магнитного диска описывает эту диаграмму. Я прекрасно понимаю, что собрались не обязательно пользователи, имеющие электронное образование. Что из себя представляет? Давайте в двух словах. Ну, собственно, смотрите. Вот эту презентацию, по большому счету, можно потом на нашем сайте, то есть у наших менеджеров взять. Это уже для того, чтобы поработать дома, посмотреть освеженность. Поскольку я присутствую, буду и сейчас я присутствую в аудитории, лучше послушать меня. Основное устройство, то есть еще состоит магнитный жесткий диск. Именно HDD, Hard Disk Drive. Его внутреннее устройство. Первое. Контроллер. Что из себя представляет? Плата, электроники, логические схемы, чипсет. Основная задача – управление устройством и организация взаимодействия между самим устройством и контроллером на материнскую плату. То есть организация интерфейса, передача данных. Гермоблок. Гермоблок. Коробка. Внутри которой находятся два основных компонента. А – это шпиндельный механизм или шпиндель. То есть, если слово незнакомый, коллегитный ругательство. Это техническая терминология. Б – блок магнитных головок. БМГ. Как это работает и как это выглядит? Сейчас покажу. Что из себя представляет шпиндельный механизм? Это некое количество пластин. Чаще всего производится, делается из металлического сплава. Хотя были когда-то модельки-накопители, где пытались сделать пластины из стекла. Ну, я вполне допускаю, что можно еще до сих пор встретить. Но большинство производителей пластинки изготавливают из магнитного материала. И нанесенный определенным образом, определенный химический состав – это магнитный слой. Дальше. Все это соединяется вместе и приводится в движение с помощью энергии шпиндельного двигателя. То есть, вот этот вот кружочек, который – это крышка, которая является противовесом балансировочной системы внутри обмотки шпиндельного двигателя. Что происходит, когда работает устройство? Шпиндельный двигатель начинает вот эту всю конструкцию вращать. То есть, она вращается. Дальше. Для каждой поверхности есть своя магнитная головка. Приводится в движение уже другим приводом на основе постоянных магнитов. Магнитная головка, естественно, может быть не одна, а их может быть несколько. От чего зависит количество магнитных головок? Коллеги, в первую очередь зависит от количества рабочих поверхностей. Дело в том, что у одной пластинки может быть две рабочих поверхности, как верхней, так и нижней, правильно? А с учетом того, что шпиндель может включать не одно, а несколько таких пластинок, то и как результат количество магнитных головок может быть от одной до несколько. Не буду конкретизировать это, надо, точнее детализировать, надо конкретно к какой-то модельке обращаться. То есть, принцип достаточно следующий. Шпиндель производит вращение, вращается, дальше магнитная головка с помощью своего привода, принимает нужное положение, и через обмотки магнитной головки пропускается электрический ток. Таким образом, магнитный материал, который в этот момент продвигался под магнитной головкой, намагничивается. Ну, коллеги, наверняка застали магнитофон. Было такое когда-то? То есть, то, что до компакт-дисков, то есть, то до флешек еще было. Магнитофон. Каким образом записывали музыку? Магнитная лента протягивалась с помощью лентопротяжного механизма под головкой, через головку пропускался электрический ток. Тот же самый принцип, основной, понятие. Только единственное, что там гибкая лента, здесь жесткие пластины, отсюда накопитель называется на жестких магнитных дисках. Собственно, это основное устройство. Теперь, что является, если мы считать будем, ну, я примеры приводил, главным тормозом магнитный диск, что является его характеристикой, главной характеристикой, от чего зависит его производительность. Львиная часть производительности зависит от количества оборотов. То есть, шпиндель характеризуется скоростью в оборотах за минуту. И именно, в первую очередь, от этой характеристики зависит реальная производительность накопителя. Коллеги, если брать типовые модели, ну, опять же, пользовательских серий для, ну, то есть, офисных домашних компьютеров, какова эта характеристика у большинства моделей 3,5 дюймового диска? 7200. Это может быть 7200, скорее всего. Совершенно верно. А в 2,5 дюймовых, то есть, более мелких накопителях, которые в ноутбуках используются, как правило, 5400. Так что сразу судите о том, что изначально априори модель более мелкого диска, который в ноутбуке используется, она будет более медленной. Ну, так вот, вот те циферки, которые я вам приводил, говоря устно. Для шпинделя, который вращается со скоростью 7200 оборотов, мы в операциях в чтении в среднем получаем примерно где-то от 100 до 160, ну, это среднее значение скорости в мегабайтах за секунду. Это физический предел. В дисках, где скорость пинделя 5400, еще меньшее значение. Собственно, главная часть, главный минус. Собственно, как устроен твердотильный накопитель? Ну, кстати, вот на этом слайдике внутренние структуры расписаны магнитного накопителя, о чем я немножечко в упрощенной форме сейчас вам показал. Теперь, что касается твердотильного накопителя. Такая же функциональная схемка. Что мы имеем? Мы имеем, естественно, контроллер. Ну, то есть, опять же, давайте я своими словами попробую рассказать. SSD. Solid State Drive. Мы имеем контроллер, то есть логические схемы. Задача управления устройством и организация чего? Взаимодействия системы. Мы имеем буфер определенный, обязательно. Дело в том, что это... Ну, то есть, буфер что такое? Это небольшой участок памяти, небольшой объем памяти, построенный на принципах динамической памяти, тот же самый принцип, который обладает вашей оперативной памятью. То есть, оперативная память только. Буфер памяти нужен в силу специфики работы. Сейчас чуть позже расскажу. Ну, и Flash ROM. Flash ROM. Собственно, это то место, где хранятся данные. Коллеги же, если механические части у этого устройства нет, то здесь нет ни шпинделя, здесь нет магнитного материала. Что такое Flash ROM? Это энергонезависимая память. Флешками пользуемся. Хоть раз флешку разбирали, когда-нибудь приведется, разломаете, посмотрите. Там есть микросхемка контроля, маленькая микросхемка, и одна или две микросхемы Flash ROM с аналитичной маркировкой. На самом деле, это примерно то же самое, что используется здесь. Ну, а теперь по части тугу, ну, главные сильные стороны. Самое слабое, что есть в магнитном диске, это его механическая часть. Здесь механики нет, а значит, сильная сторона этого устройства будет какая? Быстродействие, конечно же. Ну, смотрите, коллеги, конечно, говорить о быстродействии терпательного диска, не привязываясь к конкретной модели, очень сложно. То есть надо конкретизировать. Но если, опять же, средние брать, то, что есть на рынке, для среднестатистических, не очень дорогих, относительно не очень дорогих, SSD-накопителей, мы в тех же самых операциях чтения легко можем получить 450-550 мегабайт за секунду. А теперь сравните с теми среднестатистическими данными, которыми располагает магнитный накопитель. 100-160. Да, здесь не на порядке. Да, здесь всего-навсего там в 2-3 раза. Один маленький нюанс. Если с магнитного накопителя операционная система у вас загружается за 60 секунд, ну, это хорошо ваше, относительно хорошо, то в случае, если вы произведете модернизацию вашего ПК, я не говорю даже заменить, а добавите туда внутрь вашей системы еще один накопитель в виде твердотельного накопителя и выполните функцию, которая называется миграция операционной системы. Есть соответствующая ПО, которая позволяет с одного накопителя полностью скопировать, перенести операционку со всеми приложениями, со всеми настройками, с лицензией на другой накопитель. Это называется миграция. И выполните миграцию, потом в настройках Setup BIOS поменяете устройство для загрузки с магнитным натвердотелем то вместо минуты ваша операционная система будет загружаться уже сколько? Вот те же самые 20 секунд, о которых я говорил. Это в лучшем случае. Хорошо? А? Миссия будет. Ну, скажем так. Работать они в любом, конечно, случае. То есть, если они исправны, то есть на каждом из них есть своя логическая структура, логические диски. Как результат, вы открыв тапку «Мой компьютер» будете перечить всех логических дисков. Используйте для хранения, пожалуйста. Ну, а теперь вопрос. А каковы все-таки, наверное, главные минусы твердотельного диска? Ну, их предостаточно, на самом деле, количества. Главное. Ну, давай. Я бы, на самом деле, по циклам перезаписи не на первое место поставил. Первое – это цена хранения мегабайта. Цена хранения мегабайта данных. Как ее посчитать? Догадываемся, коллеги. Берем стоимость. Ну, да. Делим на емкость. Емкость на стоимость. И мы получаем, сколько вы, купив накопитель, будете условных единиц рублей тратить на хранение 1 мегабайта. Ценник здесь, естественно, будет в проигрыше. По сравнению с магнитным диском, существенно в проигрыше. То есть я хочу сказать, что если производить полную замену, то есть менять полностью достаточно большой объем магнитного, достаточно большой объем трудотельного, вы очень сильно проиграете в цене. Каковы, может быть, ценники на приличный объем ССД? Они исчисляются десятками тысяч рублей. Это за одно устройство. Согласитесь, в некоторых случаях можно просто и кикоку целиком купить за эти деньги. Поэтому выход из положения следующий. Ваши личные данные, скорость их читывания с диска, для вас важное значение? Большинство случаев нет. А вот то, что касается операционки и приложения, что, в принципе, дает нам визуальное быстродействие, чем мы недоволены. Вот это главное. Вопрос. Сколько нужно места на дисковой подсистеме, чтобы хранить файлы операционки и ваши приложения? Ну, скажем так, вот типичный, там, десятый вид, самая новая операционная система. Требует свободного места на диске чуть больше 20 гигабайт. Это голая операционка. Не забывайте про приложения и так далее. Теперь возникает вопрос. 240 гигабайт этого объема достаточно? Для 99% пользователей – да. Сколько стоит от хорошего производителя твердотельный диск объем 200-240 гигабайт? Где-то порядка от 6 до, ну, где-то около 6-8 тысяч. Я к вопросу о том, что если у вас есть магнитный диск на 2 терабайт, а на 1 терабайт, нет смысла от него отказываться. Просто добавьте внутри вашей системы небольшого объема, не очень дорогой твердотельный, выполните или установку операционки на него заново, или миграцию операционной системы, поставьте его в качестве основного и радуйте жизнь. Просто разделяйте данные, личные файлы оставляйте и храните на магнитном, а все, что касается операционки, приложений, держительного трепотеянного и никаких… Ах, да, конечно, у вас все быстро работает. Конечно. То есть это вот такое промежуточное решение, и реализация этого решения не приведет к тому, что у нас куча денег будет за счет списка. Ну, а теперь все-таки давайте поподробнее, коллеги, я предлагаю поговорить о том, что является минусом, ну, то есть темными сторонами все-таки мы сравниваем два накопителя, две технологии, у нас не только много времени остается. Преимущество твердотельных дисков. Главное преимущество – это высокая скорость. То есть циферки я вам приблизительно, конечно, приводил. Окончательные ли эти цифры, коллеги, ни в коем случае не думайте. Если мы будем рассматривать ценовые, то есть специализацию твердотельных для серверных платформ, да, там ценники очень-очень большие, то в тех же самых операциях за секунду производительность твердотельного диска в серверной платформе может достигать двух и более гигабайт за секунду. Гигабайт. Правда, ценник будет там соответствующий. Те цифры, которые я приводил, это только для ПИТа, для офиса. Ну, просто адекватные цены. То есть производительность существенно выше. По части энергопотребления твердотельный диск потребляет меньше, чем диск, то есть устройство с имеющейся механикой. Однозначно меньше. Правда, спорный вопрос. Тот же твердотельный диск в операциях-чещениях очень мало потребляет, а если производить записи больших объемов информации и греться, и потреблять электронный энергон, будет много. Но все равно это меньше, то есть среднее значение, меньше, чем потребляет магнитный диск механик. Дальше. Твердотельный диск. Если случится страшно, то есть мы его уронили, но если мы его не протоптали и катком по нему не проехались, если он механически остается цел и нет повреждений в виде микротрещин и так далее, ну чего, поругались, конечно, на свою безрукость достали, пыль с него стряхнули, подключили, он продолжает работать. Теперь вопрос, где используются твердотельные диски? Из моих рекомендаций, как второй накопитель, то есть основной накопитель для операционки в стационарном БК, ну и в первую очередь назначение однозначно для мобильной платформы. Ноутбук, в отличие от стационарного компьютера, переносится. Основная причина отказа магнитного накопителя в ноутбоке, то, что мы его переносим в момент активной работы операционной системы. Все так делают. Правильно, делайте и дальше. Будете чаще менять это устройство. Вообще, чтобы сохранить исправность магнитного диска, ну то есть обезопасить выход из строя в мобильной платформе, перед тем, как произвести перенос ноутбука, крышечку закройте, режим спячки, режим парковки головок будет включен, переносите, пожалуйста. Это так, мой совет на будущее. То есть в ноутбуках, конечно же, однозначно больше преимущества и приоритет отдавайте твердотельник. Где используются магнитные накопители? То есть из... А, ну подождите, недостатки твердотельных накопителей. Твердотельные накопители. Первое. Высокий ценник при большом объеме данных, ну то есть хранение данных. То есть накопитель 240 гигабайт, цена подъемная, накопитель в 2-3 терабайта, ценник будет такой, что, извините, возникает вопрос, а стоит, не стоит. Именно поэтому я давал рекомендацию. Не одно устройство, а два. Магнитный. Для больших объемов информации, твердотельник для небольших объемов операционки. Есть один еще существенный недостаток у твердотельных накопителей, это ресурс. В зависимости от типа микросхем, флеш-микросхем, на базе которых будет построено это устройство, а здесь чаще всего бывает один из трех типов. Микросхемы флеш-памяти бывают класса SLC, MLC и TLC. В чем между ними разница? Разница между ними в том, сколько бит-данных за одну операцию обращения считывается из ячейки памяти. SLC – один бит-данных, MLC – два бита-данных, TLC – три бита-данных. То есть от этого зависит, за одну операцию больше данных, производительность. То есть тип микросхем TLC – самый производительный, но есть маленькое «но». Обратная зависимость по ресурсам. Ограниченное количество циклов перезаписи. Что такое цикл перезаписи? В ячейку памяти один бит-данных записали, один цикл был истрачен. Естественно, когда мы что-то записываем, что-то удаляем, происходит вот тут, собственно, расходование этих циклов. Насколько этого стоит бояться? Ну, коллеги, когда появились только твердотейные накопители, да, это было актуально. Честное слово, это было актуально. Если сейчас у меня нет времени, но домой придете, возьмите тот же самый «Яндекс.Маркет». Откройте компьютеры, комплектующие, и выберите накопители, и выберите твердотейные. Возьмите любой, любой, практически любой, от самого недорогого производителя, хотя я никогда не советую недорогих производителей покупать и непроверенных производителей. Ну, просто технические характеристики откройте. Среди параметров скорость чита, нескорость записи, тип микросхем памяти, флеш памяти, вот, собственно, на базе, чего он сделал. Есть параметр, который называется «Количество часов наработки на откройте». И даже очень недорогие производители гарантируют, формально, по крайней мере, наработку полтора миллиона часов, или где-то около лет. Коллеги, много это полтора миллиона, или мало? А как вы думаете, если брать недорогие серии магнитных накопителей, ресурс у них какой будет? Больше или меньше? Он там меньше. На самом деле, меньше. Я к вопросу о том, что боятся в настоящий момент ресурса ограниченного. Александр, по поводу полтора миллиона часов, да. А по поводу того, что у магнитных, у магнитных накопителей недорогих серий, где-то от 500 до 700 тысяч часов. Ну, то есть, это примерно в два раза меньше, чем заявленные ресурсы потребодательных. Я к вопросу о том, что технологии не стоят на месте, они совершенствуются, и производители придумывают разные методики, и они сейчас реализуются практически во всех ССГ-накопителях, которые позволяют его ресурс очень здорово продлить. Один маленький нюанс. Неисправности, от неисправности никто не застрахован. Поэтому будьте внимательны, не советую покупать недорогих брендов, не советую покупать непроверенных. Самое лучшее, читайте отзывы, читайте на форумах, информацию убирайте. Я не имею права советовать, поскольку записи вебинаров это будет восприниматься рекламой. Ну, промолчу. Собственно, как я уже сказал, бояться не нужно. Собственно, ну, как работает накопитель. В презентации есть подробная информация. Буквально два слова, как организуется хранение данных как в магнитном, так и твердотельном накопителе. Минимальной ячейкой перезаписываемых данных и для магнитного и твердотельного накопителя является сектор. Такой терминологии слышали? Ну, будет желание, на курсы придете, с удовольствием расскажу. Что такое сектор? Это минимальный, то есть минимального размера блок, который имеет индивидуальную адресацию, который можно перезаписать, ну, то есть прочитать или перезаписать. Размер данных, которые сектор вмещает, он стандартный. В большинстве случаев 512 байт. То есть полкилобайта. Значит, с точки зрения контроллера, минимум данных, которые накопитель, магнитный накопитель пишет, это 512 байт. То есть даже если вы 2 байта пишете, все равно запишется целиком один из свободных секторов на диске. То есть все остальное будет дополнено в миллиаре. Меньше, чем сектор записать нельзя. Это для HDD. Для твердотельных SSD здесь все достаточно сложно. Считываются данные блоками по 4 килобайта, а записываются данные блоками по 512 килобайта. Вот поэтому в структуре контроллера такого диска, вот тот буфер из динамической памяти необходим. То есть практический пример. Вы считали какой-то файл, вы его отредактировали, вы его решили заново сохранить. Записаться в те же самые ячейки памяти он не сможет. А следовательно, что должен сделать контроллер? Во-первых, без вашего участия подгрузить другие блоки данных, чтобы составить размер какой? А дальше вычислить новые ячейки памяти, новые адреса и записать этот блок в эти новые адреса. Ну, то есть это, насколько я могу сейчас на курсах об этом рассказать. То есть на семинаре, извините, рассказать. Ну, то есть его логика работы сложнее. И еще один маленький нюанс. Не забывайте, пожалуйста. Если случится страшное с точки зрения потери данных, вот тоже плюсом и минусом. Ну, когда-нибудь была ситуация в жизни, когда вы ненароком случайно какие-то файлы случайно удаляли. Или кто-то вам удалил. Так вот, не забывайте, пожалуйста, если вы случайно удалили какие-то объекты файловой системы, используя магнитный диск, они исчезли из оглавления, вы их не видите. Но те сектора, где эти файлы хранились, они перезапишутся только тогда, когда вы что-то другое или операционная система в этом месте сохраните. А значит, есть надежда, что даже по прошествии определенного времени, иногда даже очень долгого времени, эти удаленные объекты можно с помощью специального программного обеспечения естественно их установить. Твердотельный диск. Принцип работы следующий. Новые данные пишутся только в пустые ячейки памяти. А значит, если в этой ячейке что-то хранилось, чтобы что-то записать, нужно удалить. Если удалять в момент записи, преимущество в виде скорости твердотельного диска – ноль. То есть практически вы что-то записываете, что происходит две операции записи. Поэтому, чтобы мы получили преимущество по скорости твердотельного диска, в логику его работы контроллера введена дополнительная команда Trim. Что делает команда Trim? На уровне работы операционки мы из твердотельного диска удалили объект файловой системы. Файл, пап, не принципиально. Что делает операционная система? Сообщает в контроллер SSD диска об удаленном объекте. Мы пошли на перерывчик, попить чай, то есть система бездействует обращение к SSD диску. Он запускает команду Trim, Trim физически удаляет объект, вычищая и изучает память. Вопрос, а после этого можно ли восстановить данные? Еще один минус для технических технологий. Практически невозможное восстановление после удаления вы восстановите данные с помощью даже мощных программных смущностей. Как выйти из положения? Ну, не забывайте о том, что гарантированно хранение – это все-таки не просто хранение накопителя, а еще и резервные копии на другом устройстве. То есть исключайте вот эти вот ситуации, когда что-то случится, а вы не смогли что-то сделать, что-то восстановить. Ну, а с другой стороны, на SSD, если вы будете использовать его для хранения операционки, вы же личный файл все равно на другом будете хранить. Ну, просто, знаете, вот такая особенность у SSD есть, раз мы сравним эти технологии, обязаны об этом сказать. Ну, собственно, смотрите, коллеги, у нас уже закончилось время, мы до без пяти должны были заниматься. Подводя итог, сильные стороны магнитного диска – это низкая стоимость, большие объемы, слабые стороны чувствительности, механическим воздействием, те же самые ноутбуки, об этом я говорил, и температурный режим, и перегрев, там есть прецизионные детали, механические части, механика изнашивается на их. Слабая сторона – скорость, увы, механика. Сильные и слабые стороны SSD – высокая производительность, менее чувствительность с механическим воздействием, меньше энергопотребление. Слабые стороны – емкость объема. Надежность я сейчас уже прошелся, конечно, можно добавить. В магнитное большее вероятность восстановить? Ну, да, конечно, да. Ну, если этот вопрос интересует, вот смотрите, коллеги, наш семинар, по сути, является рекламкой к курсу устройства хранения данных, восстановления данных. То есть это то, что раньше называлось жесткие диски, ремонт, диагностика, восстановление данных. Сейчас программка поменялась, работаем по обновленной программке. Вот так этот курс называется. Ближайшая дата группы 24 ноября. По курсу 24 часа. Магнитные диски, твердотельные диски, структура, диагностика, вплоть до профессиональная диагностика и профессиональный софт, то есть программно-аппаратный комплекс PC3000. Это то, что используется в сервисном центре. Я тоже показываю. Ну и было бы, наверное, очень хорошо говорить только о диагностике восстановления самого накопителя, не затронув восстановление данных. Мы разными способами на лабораторике данные уничтожаем. Я знакомлю вас с софтом, с технологиями. В каких случаях использовать одно программное обеспечение, в каких другое, для того, чтобы решить вот эту тоже немаловажную для пользователей задачку. Когда что-то теряется, что-то удаляется, как восстановить эти удаленные? И можно ли их вообще восстановить? Не всегда это, конечно, возможно. Но это все подробно уже на повсюду. И даже если вирусы. Даже если вирусы для вы, вирус можете восстановить. При желании. Да, да, да. Совершенно верно. Ну что, коллеги, я...